Всем добрый день! Шорох стоит по всему козовнику. Что, вкусно тебе, да? Вкусно? Ух ты, я у тебя кормушку забыла забрать. Вот за раз, скажем так, 10 веников на 4 козы и козла. Ну как, ему тоже веничек дала, чтобы не обидно было. Девчонкам прямо здесь вот кидаю. Ну вот, точнее вот малышки и Бэмби. Бэмби теперь там стоит. Козла мы убрали в морозилку. Вот прямо сюда бросила, чтобы козел ее не объел. А ему в кормушку положила. Сейчас тебе еще венчик положу, сейчас. О, веники тащила. Одни листья. Ну, мы, можно сказать, вышли на финишную прямую. У нас, скажем так, через 3-4 дня девочки могут уже родить. Да, девочки? Слушай, ты сначала себе натаскала, да? А потом из общей кормушки. Потому что капа у нас, вот эта вот, она у нас на 147 день уже рожает. У нее будет третий окот. И вот два раза она рожала у нас козлика. У нее потом козочку на следующий год по одному рожает. На 147 день. Вот, пожалуйста. И опять у нее, вот у нее самый маленький живот. Я думаю, может быть, один будет. Я говорю, нам много не надо. Бэмби у нас будет первым окотом. Бэмби я все-таки так и продаю, но пока не продалась. У Бэмби пузо здоровое. Тоже себе все сюда стащила, да? Ну, какие веники зеленые. Красота. А всего лишь просто на террасе. Можно сказать, на открытом воздухе висят. Что будем делать с козлятами? Козлят я продаю за символическую плату по 200 рублей. Да, я понимаю, мясо вкусное, мясо полезное. Но не можем мы. Убирали вот этого козла. Мне просто жалко мужа. А, скажем так, его нервное состояние мне дороже. Несмотря на то, что козлятина вкусная. Написала ВКонтакте в несколько групп, что буду отдавать даже вот от нее. Получается практически чистопородный будет. Потому что мальчик у нас козел альпийский, а это альпочех. Она больше вот даже по своему, скажем так, образу, как это, форме, структуре. Она больше как-то на чехов пошла. Но это один и тот же тип, скажем так, только выведенные в разных странах. Веники делала специально тоненькие. Они съедают прямо все до прутика. Вот. Так что, надеюсь, козлят я всех раздам. Написала, ну, как я уже сказала, ВКонтакте в несколько групп. Подкликнулось несколько человек. Кому козлика, кому козочку. Есть желающие даже вот от капы козочку. Спросили даже, ну, точно 200 рублей будет. Я говорю, 200 рублей. Если я хочу продать, мне они не нужны. Пойдем. А, домой, пойдем, да, кофейку выпьем, пойдем. Ну, короче, это все. Муж уже зовет кофейку выпить. У нас вот теперь. Поэтому, наверное, завтра будем убираться. У кроликов надо будет убраться, почистить. Я вон у них сегодня только вот кормушки почистила. Это вот комбикорм у кроликов. Очень, очень пыльный. Вот все вытащила, свежего комбикорма насыпала. А это буду опять просеивать. Вот. Вот так вот. Так, у меня тут веревки. От веников веники я развязываю. Я развязываю веники. Мне почему-то как-то, я не знаю, страшно оставлять с веревками. Ладно, потом приберусь все это, подмету тут, уберу. Так что вот. У Ксюхи было двое. Они будут тоже третьим окотом. У Ксюхи было первым окотом. И у малышки вот у той вот, в дальней клетке, по одному первый раз. Второй раз у них было по два. По два козла. И у той, и у этой. Ну вот. Я надеюсь, будет не очень много, чтобы мне их всех раздать. Желающие были даже из дальних городов. Ну, будем смотреть. Как у меня говорит знакомая, говорит, теперь главное, чтобы они не слились у тебя никто. Девочки, еще вам веничек. Ну, давайте. Я тут принесла штук 14, наверное. И вот решила им уже скармливать их, потому что, ну, во-первых, для них это и заготавливалось. И как раз, я так и думала, за неделю до родов буду им все скармливать. Так, Бомби, давай, тебе еще один положу. Давай. А этот сейчас малышке положу. И тебе несу. Несу, и тебе несу. Несу. Так что, вот, да. Может быть, я непрактичная хозяйка, что я их по 200 рублей отдаю. В том году я их по 500 продавала у нас, забрали их благополучно. Малыш, у тебя тут есть, иди сюда, оставь ему там. Ну, скажем так, а вызывать кого-то, кого-то вызывать, платить деньги, ну, какая тут, скажем так, экономия. Хочется поэкономней. Никакой экономии тут. Поэтому, так, здесь закрыто. Поэтому, так, все закрыто. Все, ешьте, девочки, ешьте. Кстати, вот, девчонки, Бэмби постояла здесь дня 3-4, одна. Потом мы тут у них вольеры чистили, мне их надо было соединить, и я ее обратно, вот там она стояла, туда к малышке поставила. Все, начали драться, начали бодаться. А первый прям день обе пищали, что их разъединили. Если кто не знает, они у нас не родственники, просто вот они обе такомолые, а это безроженые. Поэтому вот стояли безрогие, обе стояли вместе. Вот. Потом я их соединю, как родят, потому что здесь вот будут козлята, скорее всего здесь. И, ну, я написала даже в объявлении, что могу как бы неделю повыпаивать, потому что молозиво, даже там неделю я написала, дней 10. Потому что будет молозиво, мне оно все равно не нужно, пить мы его не будем, чтобы только у меня забрали. Ладно, девочки, смотрю, вам вкусненько. Пойду я кофейку выпью и дальше делами заниматься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...